МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди 157 национальностей, проживающих в Самарском регионе, этот народ является одним из тех, которые имеют свою государственность. Они гордятся, что у них есть 200-летняя богатая история взаимоотношений с Россией, с населяющими ее нациями и народами, рады, что живут в сердце России, в Самарской области. Сегодня в программе «Самара многонациональная» мы расскажем об этом удивительном народе, корни которых уходят в далекое прошлое. Это азербайджанцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области проживает более 15 тысяч азербайджанцев, которых объединяет Лига азербайджанцев в Самарской области. В числе ее проектов – женский клуб и футбольная команда, танцевальные коллективы и молодежная секция. Основной целью организации является пропаганда национальной азербайджанской культуры в Самарской области. Лига занимается также правозащитной деятельностью, оказывает юридические услуги соотечественникам. С момента создания занимаемся защитой законных прав и интересов выходцев из Азербайджана, национальных меньшинств и популяризацией, сохранением и развитием национальной азербайджанской культуры и азербайджанского языка на территории Самарской области. В Самаре прошел День азербайджанской культуры. Торжество было приурочено сразу к трьем датам – 103-летию создания Азербайджанской демократической республики, 18-летию Самарской областной общественной организации Лига азербайджанцев в Самарской области и 170-летию Самарской губернии. Не у каждого народа есть государственность. Азербайджанцы имеют свою страну, республику Азербайджан. Сегодняшнее мероприятие посвящено очередной годовщине – Дню Республики. И поэтому очень приятно видеть, что азербайджанцы, которые проживают на территории городского округа Самара, сохраняют традиции своей родины, сохраняют те праздники, празднуют их, тем самым не отрываются от культуры предков, от их традиций. В торжественной обстановке собрались общественные деятели, представители органов власти Самарской области, а также активисты и лидеры национально-культурных общественных организаций города. У нас прекрасные отношения со всеми национальными центрами, со всеми диаспорами, со всеми руководителями наших соседских организаций. У нас нет вражды и никогда ее не было. Более того, мы ведем контакт со всеми, допустим, национальными. У нас даже была создана такая школа мигрантов, скажем так. То есть любой мигрант, не только дружанец, мог прийти и получить правовую юридическую помощь. А так как косяк нашего правления, являются практически все адвокаты, но с учетом того, что я являюсь председателем коллегии адвокатов, являюсь адвокатом, председатель нашей деятели, шевамруч, тоже являюсь адвокатом, и более того, скажу, что глава старейшин тоже является адвокатом. Также у нас есть правление сотрудники полиции, кто-то в отставке, кто-то нынешний действующий. Поэтому помощь оказывалась всегда и любым националистом, вне зависимости, тем более, что она оказывалась бесплатно. Сохраняя неразрывную связь со своей исторической родиной, азербайджанцы, живущие в Самаре, очень много делают для развития дружественных отношений между нашими народами, вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Оказывается, различная помощь всем, кому это необходимо. У нас существует и такая программа, как ФИМИНА, помощь женщинам, причем не обязательно, опять же, азербайджанским женщинам, любым женщинам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, ну или просто им хочется какого-то общения. Возможность такая в азербайджанской диаспоре была предоставлена и предоставляется. Совместно с другими национальными общественными организациями ведется большая воспитательная, просветительская, благотворительная работа. Поэтому не случайно, что этот день – один из ярких страниц российско-азербайджанской истории. День республики, 28 мая, в Азербайджане праздник с 1990 года и является нерабочим днем, естественно, государственным, а еще и национальным праздником. АДР – Азербайджанская демократическая республика – это одна из республик на Востоке, которая первая дала право женщинам, право выбора женщинам в большинстве даже европейских стран. Ну и остальные атрибуты независимости демократической республики, естественно, тоже присутствуют. Гимн, флаг, герб. В этот праздничный вечер поздравить азербайджанцев Самарской области пришло много почетных гостей. Немного истории, целая череда поздравлений от почетных гостей праздника, в том числе и от руководства региона, концертные номера с национальным колоритом. В торжественном мероприятии приняли участие и юные представители Лиги, участники молодежной организации. Это новое поколение, которое переняло опыт и традиции от старших, намерено передавать их уже своим детям. Азербайджан имеет свою особую музыку, свой богатый язык, свою литературу, свои танцы. И еще территориальность азербайджанского государства так расположена, что там переплетены геополитические интересы многих государств. Он является и Востоком, и Европой, и, конечно, восточная культура, европейская культура пересекается именно в Азербайджане, в его столице, в городе Баху. Проведение Дня Азербайджанской Республики в Самарской области стало значительным вкладом в укрепление дружественных отношений между Самарской областью и Азербайджаном, а также открывает новые перспективы для взаимодействия институтов гражданского общества как активных проводников народной дипломатии. Для нас создание республики, создание независимой республики – это большая победа, которая была возможна для маленькой страны, маленькой мусульманской страны, маленькой мусульманской страны на Востоке, на стыке Кавказа и Востока, естественно. И, естественно, этот шанс дается немногим нациям и немногим национальностям. В рамках мероприятия прошел концерт с участием азербайджанских творческих коллективов Самары и Самарской области «Литературный Меджлиз», посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Ганджави. Богатое наследие поэта-мыслителя, оставившего глубокий вслед в обладающий многовековыми традициями художественной и философской мысли азербайджанского народа и сегодня имеет важное значение в духовно-нравственном воспитании людей. Азербайджанский народ – многонациональный народ. Там тоже веками мирно существовали представители разных национальностей. Сегодняшний Азербайджан находится на территории древних государств и взаимопроницовение культур создало благоприятные условия для развития азербайджанской культуры. Нация в таких случаях доказывает, что имеет свои корни, культуру, свою историю. Ведь это непросто – находиться за пределами исторической родины и проводить такие мероприятия исключительно силами самой организации. И каждый раз, проводя на высоком уровне такие праздники, азербайджанцы гордятся этим и имеют право стоять наравне с другими народами, проживающими на территории Российской Федерации, Европы и странах Востока, которые имеют свою древнюю государственность. Мы очень близко контактируем с другими национальными центрами. Лично я с 2010 года живу в Самаре. Мне более чем комфортно, так как, когда есть дружба разных национальностей, это проявляет интерес как раз-таки к изучению и просто близким знакомством с разными. И наше мировоззрение просто расширяется, наш кругозор расширяется. Именно такую атмосферу старается поддерживать среди своих земляков и с представителями других национальностей Лига Азербайджанцев Самарской области. Она была создана 28 мая 2003 года для сохранения культуры, традиций и языка у жителей республики, которые в силу внешних обстоятельств оказались вдали от дома. Этому празднику, ну сейчас он считается праздником 103 года. Наша диаспора с момента ее основания, ну может быть один или два раза, в зависимости от разных обстоятельств, вот в данном случае из-за пандемии в том году, может быть и не было праздника. Но в принципе в малом кругу, в стенах Дома дружбы народов, мы однозначно на маленькой сцене, но все равно проводили этот праздник, потому что он считается для нас одним из самых важнейших. Для азербайджанца 28 мая 1918 года считается одним из самых важных праздников для нашей республики, для нашего народа. Гордостью Лиги является танцевальный коллектив «Хаял». Успехи танцевальных коллективов «Хаял» и «Алпан». Если в «Хаяле» танцами занимаются в основном дети азербайджанца, то в «Алпане» это и дети, и взрослые разных национальностей. Национальный состав танцоров в «Алпане» есть зеркальное отражение национального состава народов, населяющих Азербайджан. В ансамбле танцуют таты, талыши, лесгины, аварцы. Репертуар «Хаяла», конечно, отличается от репертуара «Алпана». В «Хаяле» в основном азербайджанские танцы, а в «Алпане» танцы разных народов. И на праздники как раз были представлены чеченский, аварский, горский, соответственно и азербайджанские танцы. Наша лига азербайджанцев в Самарской области представляет из себя культуру, танцы, образование, музыки и много-много другое. К нам ходит огромное количество детей и взрослых, занимаются нашим танцевальным коллективом, где я являюсь руководителем уже с 2010 года. Лига азербайджанцев тесно сотрудничает с другими национальными и общественными объединениями региона. На мероприятия, которые проходят в нашем городе, приходят представители других этносов, таким образом, имея возможность проникнуть в культуру друг друга, лучше друг друга понять. И чем больше будет подобного рода мероприятий, тем лучше для того, чтобы узнать наших соседей, лучше для того, чтобы сохранять добрососедские отношения в нашем городе. Нам в многонациональной Самаре живется очень комфортно. Мы благодарны всем жителям Самарской области, города Самары, всему руководству Самарской области. У нас замечательные межнациональные и межконфессиональные отношения. Это и логично, потому что издревле в Самарской области мирно проживают представители более 150 национальностей. Как и многие другие национальности, азербайджанцы приняли активное участие в строительстве этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Силами членов лиги обустроено азербайджанское подворье. Для тех, кто никогда не бывал в Азербайджане, но мечтал воочию насладиться красотой этой уникальной страны и поближе познакомиться с ее традициями, радушные хозяева подворья сделали все возможное и даже больше. На своем подворье хозяева постарались сделать маленький уголочек своей исторической родины. Этот дом – это символика 8 лет труда Лиги Азербайджанцев Самарской области. Я, как исполнительный директор этой Лиги, могу сказать, что это титанический труд, деньги и посильный труд всего состава, членов правления Лиги Азербайджанцев Самарской области. И, естественно, под чутким руководством нашего многоуважаемого председателя Шерва Муроча Керимова, который всеми этими вопросами руководил. Непосредственно он сам лично с Азербайджана привез много разных утварей, убранц, вот ковры. Здесь представлены разные ковры, здесь их больше 30-40 ковров, маленькие ковры, которые нужны для совершения намазок, к примеру. Здесь несколько школ ковроткачества Азербайджана, начиная от Бакинской школы и кончая Карабахской школы. Позади меня находится сундук, он отреставрирован, но он древний. Он как раз привезен из древнего культурной столицы Азербайджана, города Шуша. Вот этот прекрасный, вы можете его наблюдать, этот сундук. Ну, все остальное мы можем наблюдать. Ну, прекрасно здесь есть самовар, Азербайджан славится чаепитием. Для Азербайджана самое главное, конечно, это уважение к старшим. И, конечно же, это уходит корнями наши консервативные, скажем так, устои. Но есть, конечно же, определенные условия, которые мы всегда будем соблюдать, испокон веков, от поколения к поколению, от отца к сыну. Хозяева азербайджанского подворья воссоздали элементы своего национального жилища. Все вышло очень гармонично. Здесь разместили ковры и паласы, посуду. Оформили в центре импровизированный очаг, символ семейного единения. Тепло приветствовали гостей представители этой национальности. Представители Лиги азербайджанцев и дальше будут продолжать наполнять дома уникальными экспонатами. В будущем году подворье планируют воссоздать природный ландшафт Родины. Творческие коллективы приняли участие в галоконцерте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова